День Пятидесятницы Иоанна, Евангелие от Иоанна, третья глава, одиннадцатый стих Истинно, истинно, говорю тебе, слова Христа Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели А вы свидетельства нашего не принимаете Я хочу вам напомнить, что эти слова Иисус сказал Никодиму Одному из религиозных лидеров Израиля Тайно пришедших к Иисусу Потому что открыто говорить о том, что ты интересуешься служением Христа В то время для солидных людей, для религиозных деятелей Это было компрометирующе Вот поэтому он тайно пришел, чтобы у него разузнать что-то Расспросить что-то Потому что у религиозных лидеров драгоценные Какие бы погоны они ни носили Все равно же есть жажда познать истину Познать Господа Погоны религиозные Звания, как у меня там епископ Или архиепископ, или еще какие-то Но они ничего не дают Они, конечно, дают позицию в церкви Но в плане Бога познание это ни о чем еще не говорит И вот он пришел с вопросами И вот смотрите, Иисус говорит ему Истинно говорю тебе Мы говорим о том, что знаем И свидетельствуем о том, что видели То есть то, что пережили Что знаем, что видели А вы свидетельства нашего не принимаете Если я сказал вам о земном И вы не верите Как поверите, если буду говорить вам о небесном Вы знаете, очень интересно В философии существует такое понятие, как квалиа Квалио, это в переводе с латинского Означает качество свойства Что такое квалио? Квалио это такой опыт Философия говорит, что квалио это такой опыт Который недоступен никому Кроме того, кто этот опыт непосредственно переживает То есть квалио это опыт, который переживает человек И только он этот опыт может понять Потому что как бы он не пытался этот опыт передать другому Он не может его передать Потому что опыт намного больше И слов, и каких-то понятий, которые есть в нашем разуме То есть это то, что ты непосредственно переживаешь То есть квалио это такой непередаваемый опыт Когда ты переживаешь нечто невыразимое твоим языком Вот что-то И пример, как объяснить человеку, который никогда не видел Слепому, что такое, например, красный цвет Или зеленый цвет Вот я специально взял кубик Рубика с разными цветами И вот мы понимаем, да, это какой цвет Желтый, ты знаешь, видишь Это синий, это красный А вот представь себе Рядом с тобой человек, который никогда не видел цвета Как ты ему расскажешь, что такое красный цвет? Как ты сможешь ему передать это? Если человек рядом с тобой видел красный цвет То ты просто говоришь красный И он понимает, о чем речь идет Не потому, что он понял от тебя А потому, что он сам это пережил Понимаете? Он сам это пережил И потому ты скажешь красный И все понятно А если человек не пережил На личном опыте Через разные органы чувств В частности, через зрение Никогда не видел красного цвета И вот ты ему рассказываешь о красном Для тебя это само собой разумеется Для твоего ближнего это само собой разумеется Но как ты сможешь это передать человеку Который никогда не видел красного? Это все равно, что, знаете, есть Как бы очень такой известный пример Что, например, вот женщина-ученый Сидит в комнате, где все черно-белое И все черно-белое И у нее есть компьютер, там телевизор И там тоже все черно-белое При этом эта женщина-ученый Находясь в этом черно-белом мире Изучает о цветах О том, какие-то там это разные волны Там зрительные И как там глаз воспринимает свет То есть она знает все теоретически О том, что такое цвет с точки зрения физики Она знает, как человек воспринимает цвет С точки зрения там биологии, нейробиологии То есть вот она это изучает Но сама это никогда не переживала Хотя теоретически эта женщина-ученый Знает об этом все И вот эта женщина-ученый Однажды выходит из своей черно-белой комнаты На улицу впервые Она никогда там не была И вот она выходит из черно-белого мира В обычный мир И хотя она вроде бы теоретически Знала все Как ученая, как физик, как биолог О цветах, о восприятии цветов, да? Но тем не менее Когда вдруг она оказалась на улице И вышла из черно-белого мира И увидела мир цветным Она что-то узнала И вопрос в том А что же она узнала-то? Ведь она теоретически знала и раньше О цветах, о восприятии людьми цветов То есть она теоретически знала все Но когда она увидела Она что-то еще узнала И вот как раз это что-то еще И называется квалио То есть она пережила это Лично А не просто знала об этом теоретически То есть она это пережила И что она пережила По большому счету? Как понять, что она пережила? Это опять-таки можно объяснить Только словами Какими-то, может быть, научными терминами Определениями, дефинициями Можно как-то объяснить Но как ты передаешь Вот то, что ты пережил это Как это передать? Когда мы смотрим на цвет Мы отлично Как бы видим Да, вот красный цвет И мы абсолютно убеждены Что все, кто смотрит Они видят то же самое, что мы Но мы даже не понимаем А другие, которые смотрят Что они видят? Вот мы договорились, что вот это красный А каждый что увидит? Да? Не случайно вот есть такая Можно вот это Есть табличка Как воспринимают Ну классическая таблица Цвета мужчины И как воспринимают женщины Да? И вот вот таблица Как они воспринимают Если у мужчины Вот там сверху Да? Красный А у женщины в этом Какой-то малиновый Кармин Бордовый Я вообще не знаю, что такое Кармин за цвет Надо быть женщиной Чтобы понять это все Да? У нас есть у мужчин фиолетовый А у женщины сливовый Индиго Баклажан Лиловый Лавандовый У нас розовый, да? А у них гвоздика Маджента Светловишневый Если ты брат, мужчина Посмотри на рядом сидящую женщину Ты думаешь, что она видит все так же, как ты? Она, конечно же, видит не так А как она видит? Вот как там написано Ну, теоретически мы понимаем А практически Рядом с тобой сидит человек Который все видит несколько иначе И он никак это тебе не передаст То есть таблица Это как-то можно показать? Вот как-то спектр Как-то более тонкий, что ли Как-то больше Ну, это все теоретически А практически Сестры, что вы переживаете Когда вы видите? Для мужчин это навсегда загадка А это только про Цвета речь А когда мы говорим про разницу восприятия Психологии и прочее, прочее Мужчинам очень легко Нам просто непонятны женщины, да? И мы делаем табу Женская логика Что такое женская логика? Не пытайся понять Если ты мужик Просто не пытайся понять Это что-то, что воспринимает женщина Ее квалио Она это что-то даже может попытаться тебе описать Но сколько бы она ни описывала Ты не сможешь это пережить Потому что важен именно опыт Который переживается, воспринимается И чаще всего этот опыт Практически невозможно передать другим людям Как ты его передашь? Ну попытайся его каким-то образом Как-то вот объяснить Попытайся Как ты его объяснишь? Ну много слов можно использовать Но все равно человек Не увидит это твоими глазами Как это понять? У меня, например, очень много друзей Любящих рыбалку И пасторов Они любят рыбалку И вот сейчас теплое время Все говорят Вот на рыбалку Виктор, поехали на рыбалку там И вот надо ехать на рыбалку А я не рыбак И вообще я Последний раз срыбачил В пионерском лагере Лет в 10, наверное И это была неудачная рыбалка Вокруг лагеря не было рыб почти что никаких Вот и все И они мне говорят Виктор, поехали на рыбалку А все, что я могу представить о рыбалке Это тупо сидеть у реки И напрасно терять время Это вот мое восприятие рыбалки Извините, рыбаки И они говорят Виктор, ты пойми Ну вот Это не так Я говорю Ну вы сидите Да Часами Да Ну там иногда рыбу вылавливаете Да Это все? Нет, не все А что? И вот сколько рыбаков Не пытались мне передать Вот что они ощущают Почему мужика так Так тянет Одеть вонючие сапоги Какую-то грязную одежду Лежит только для рыбалки Пропахшую рыбой Да И переться куда-то Не поймешь куда Вот там, где мало людей И много рыбы А таких мест очень мало И они очень далеко Как правило от большого города Правда же? И вот там они находятся И сидят Несколько дней Вот просто сидят Вот там на реке Но я же отлично понимаю Что они нечто переживают Я этого не переживал Никогда Я могу смотреть на это извне Но я никогда это не воспринимал Понимаете? Да, вот у меня не было Вот этого личного опыта Не было личного восприятия И поэтому то, что для них Это вот момент Вот оторваться от работы От детей От детей Которые что-то Всевечно надо И вот уехать И там вот как-то Оказаться в чем-то А мне не понять Потому что я никогда Такие вещи не переживал Я рыбачил в детстве Это было так неудачно Это было так неудачно У меня никакого Интересного опыта Нет Поэтому я не могу понять Для меня Кажется Ну Если ты так сильно Любишь рыбу Да сходи в магазин Купи Сейчас в принципе На любой вкус есть И свежая И еще которая Жива даже Продается Вылавливаю себя И кушай Нет Они говорят Ты не понимаешь Это Рыбалка И то, что они Вкладывают в слово Рыбалка И то, что для меня Рыбалка Я понимаю Это вообще Не то же самое В чем разница А вот в этом Квалия Квалия Непередаваемый Какой-то опыт Это на этом все равно Что Вот Как говорят Что невозможно Ни музыке учиться По книжкам Ни спорт Учиться по книжкам Я помню Когда В советское время Все мальчишки Вот В конце Семидесятых Восьмидесятые годы Мы мечтали все Заниматься карате Потому что Карате в то время Был какой-то Полузапрещенный Вид спорта Им занимались Особые люди Какие-то Супермилиционеры У нас там На Динамо И туда было не попасть А мы все Хотели заниматься И доставали Какие-то Какие-то книжки Где-то по книжкам Вот Удары И ты стоишь И пытаешься делать Но как-то Получается Нелепо Хотя Ты вроде стараешься Копировать картинки Но Ты отлично понимаешь Невозможно Передать Это нужно Самому Практиковать И уже в практике Под надзором Тренера Ты вдруг Начинаешь Внутри себя Осознавать Что такое Удар Что такое Прием А как бы тебе Внешне Это не пытались Рассказать Если ты сам Не начнешь Лично Это переживать Ты никогда Это не поймешь Какие бы Яркие Красивые Картинки Ты не Не рассматривал Просто-напросто Невозможно Поэтому я так Люблю рассказывать Эту историю Когда я Впервые Оказался За границей Это был Израиль Девяносто третий год И в то время Когда Вот только Еще недавно Вроде бы Распался Советский Союз И Время Действительности С точки зрения Материального Материальной жизни Было непростым Вот И Оказавшись в Израиле Я Впервые Попробовал то Что до этого Не просто Не пробовал Я даже не знал Что это существует Например Я там впервые Попробовал Йогурт И киви Когда Мы ходили На завтраки На ужины Йогурт И киви Я помню Когда попробовал Йогурт Впервые в жизни Мне он так сильно Понравился И киви Так Там оно было Такое вкусное Такое спелое И киви Оно не совсем Даже походило На те киви Что у нас Продаются В магазинах Вот Оно было спелое Оно не дозревало По пути из Израиля В Россию Вот И оно уже там созрело Я вот приехал И говорю Диана Я в Израиль Она говорит Ну рассказывай Там святые места Стеноплача Гроб Господень Я говорю Да это все Слава Господу Но было еще что-то Чего я вообще не знал До этого Я говорю Мы там ели йогурт А тогда у нас В Советском Союзе Не было вообще йогурта И мы ничего не знали Про йогурт Ну не было Ну кто-то может быть И знал Но это не я И не в нашей семье Я даже не знал Вы знаешь Вы знаете Такой продукт Он как бы Вроде бы из молока Но как На вкус Я не знаю Как его даже тебе передать Как рассказать Какой йогурт Человеку Который никогда Не пробовал йогурт И ты пытаешься Сразу же Вот что-то Какие-то аналогии Проводить с теми Продуктами Которые человек пробовал И ты начинаешь говорить Вот А что у нас было Тогда из молочки Похоже Был снежок Была ряженка Помните, да? Вот Ну что больше всего Походило Снежок и ряженка Сметана Но она была уже кислая Ну что-то То есть Йогурт Это что-то такое На стыке Сметаны Снежка И ряженки Ну и фрукты Еще туда надо Добавить Какие-нибудь Я говорю Понимаешь Это снежок Не снежок Ряженка Не ряженка Это вкуснее снежка И вкуснее ряженки Ты думаешь Она поняла Вкус йогурта Нет Она поняла Вкус йогурта Только тогда Когда йогурты появились И вот мы купили йогурт И она его попробовала И долго рассказывать не надо Понимаете, да? И точно так же с киви У нас не было тогда Не продавалось киви В магазинах фрукты Овощи Киви не было У нас и бананы-то были Несколько раз в году И то, если повезет И очереди были очень длинные А киви не было И я не видел таких никогда Фруктов И тут я попробовал киви Спелый И мне так понравился Я рассказываю Помимо йогурта Там еще был такой фрукт Зеленый Но коричневый снаружи И весь такой Мохнатый Но сладкий Как это понять? Она говорит А как на вкус? Я говорю Да не знаю как Вот она говорит Что значит зеленый? Как арбуз Я говорю Да нет, он маленький Как крыжовник? Я говорю Да нет, побольше Вот что-то среднее Между арбузом И крыжовником И мохнатый Как крыжовник Но коричневый А зеленый Внутри А семечки Я говорю Семечки вроде бы там есть И вроде бы их нет Говорю Вроде бы есть Но съедобные Говорю И вот Попытаешься рассказывать И человек Никогда не пробовал киви Как ему это Передать Да никак У него нет Этого личного опыта Но когда у нас появились Киви И Личный опыт Сразу же Все Расставил На свои места И конечно же Я сейчас говорю О какие-то переживания От фруктов От овощей От цветов Да А если теперь Мы с вами перейдем В сферу духа Вот невидимые вещи Помните Я как-то раз Рассказывал вам О Известной Очень такой Художницы Марине Абрамович Которая устраивает Разные Перформансы Да Вот Всякие Искусства Связаны с каким-то Вот Вовлечением людей Вот Часто то что шокирует Некая вот Презентация каких-то вещей Ну скажем так Живое искусство Вот Я как-то рассказывал Как она Сделала так Что с ней Ее мог каждый ударить Помните Вот был такой перформанс В одной из проповедей Рассказывать Она однажды Еще один такой Перформанс Сделала Причем не так давно В 2010 году Она устроила Семисот Часовой Перформанс Под названием В присутствии Художника Можно показать Одна фотография Вот фотография С этого Перформанса В чем он заключался Это проходило Все в Нью-Йорке В музее Современного Искусства Мария Абрамович Сидела В центре музея На стуле В длинном Красном Ярком Платье Посетители Подходили К ней И садились В тишине Лицом к лицу С художницей И какое-то время Они должны были Просто в тишине Сидеть И смотреть Друг на друга Людей Которые садились Было около Полутора тысяч И причем Это еще была Трансляция Все-таки 2010 год И около Семьсот Пятидесяти тысяч Человек Еще наблюдали Вот за этим Перформансом И вот Реакция людей Была удивительной Некоторые Уходили Задумчивыми Некоторые Вдруг Начинали Смеяться Некоторые Плакали Я читал Статью Одного критика Который Рассказывал Вот Об этом Действии Так вот Он Описал Как будто Там происходила Какая-то Магия Как будто Люди Что-то Переживали Когда просто Смотрели Друг на друга Я думаю Что в жизни Каждого из нас Были какие-то Подобные вещи Вот у вас Бывало так Что вот Вы встречались С глазами А бывало Вот что вот Вы Не просто Встречались С глазами А вот Встречались С глазами Бывало У вас так Вот когда Ты Какой-то человек Даже иногда Бывает посторонний Человек Вдруг посмотрит На тебя И возникает Некое ощущение Словно Этот взгляд Приводит тебя В такое состояние Какие-то эмоции Чувства Мысли Которые ты даже Выразить до конца Не можешь Но ты это Четко И явно Ощущаешь И переживаешь Было у вас такое Вот что-то же Происходит Причем Попытайся Это объяснить Другому Ведь ты четко Видишь Что то Что ты переживаешь Это совсем Не то же самое Что например Переживает он Как вот Садились Напротив нее Кто-то плакал Кто-то смеялся То есть Были Личные переживания И мы видим Реакция была Разная Не похожая У каждого Определенная У каждого Своя И мы отчетливо Понимаем Что это Невозможно Выразить Словами Потому что Ты словно Соприкасаешься С чем-то Что намного Больше Намного Больше Тебя Намного Больше Твоего Ума Намного Больше Того Что ты Там Переживал Или даже Иногда Что ты Можешь Пережить Или даже То что ты Можешь Выразить Тем более Словами Каким-то Или даже Может быть Не выразить Словами А хотя бы Как-то Внутри Себя Это Осознать Нет Ты вот ощущаешь что-то, что больше твоего сознания. Понимаете, о чем я говорю? Больше твоего понимания, больше всего твоего предыдущего опыта. Тебе порой и сравнить-то не с чем. И как ты можешь это передать другому? Как ты можешь это передать своему ближнему? Вот почему, смотрите, Иисус и говорил Никодиму. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Когда Иисус говорил о Боге, а я напомню вам, что Он пришел в религиозную среду, где были все верующие. В данном диалоге Он вообще беседует с одним из лидеров религиозных, Израиля того времени, человеком, у которого не было недостатка в изучении Торы, в каких-то богословских знаниях того времени. Он был учителем, религиозным учителем Израиля. И этому религиозному учителю, который наверняка мог очень много чего рассказать о Боге, поскольку он этому специально учился, этому знатоку Иисуса говорит, что разница в том, что мы говорим о том, что знаем, мы свидетельствуем о том, что видели. А вы не принимаете нашего свидетельства, потому что у вас его нет. Нет, вы это не видели. Вы это не переживали. Для вас это просто чьи-то слова. Они могут убеждать кого-то, а кого-то не убеждать. Кому-то они могут показаться интересными и аргументированными, а кому-то речи Христа казались ересью, отступлением от Бога. Но они этого не переживали. В этом-то была и разница. Христос переживал это. Я думаю, да, что в современном христианстве, которое, конечно же, принимает Христа и Его Слово, и Новый Завет, тем не менее, так много противоречий между разными служителями, разными богословами, разными христианскими конфессиями. Именно по этой причине мы читаем слова Христа, и каждый как их понимает. Один так понимает, другой этак понимает. И вот мы собираемся, у нас разное понимание, и мы считаем наше понимание правильным, его пониманием не таким, потому что он не так это понял, а я так понял. И вот отсюда споры, разногласия и противоречия. Потому что восприятие идет чисто умом, как информацией. Вот мы воспринимаем из Евангелия информацию. Вот Иисус так сказал, вот Он то сделал. Но Иисус показал нечто большее. Он показал, что вот есть что-то, что можно самому пережить. И когда ты сам переживаешь это, тебе становится понятным, о чем говорил тот человек, который переживал подобное. В этом-то и проблема, почему так многие люди не воспринимали Иисуса. Вот в седьмой главе Евангелия Теяна, 16 стих, смотрите, Иисус отвечал им и сказал, «Мое учение, не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть понять то, что говорил Иисус, можно только если ты переживаешь это. Не просто ты узнал об этом, а ты переживаешь. Он говорил, что кто хочет творить волю его, когда ты стремишься познавать Бога, тогда ты начинаешь понимать свидетельство Иисуса. Но если нет вот этого духовного познания, нет духовных переживаний, для тебя просто это набор слов. Умных, может быть, непонятных, аллегоричных, но просто лишь информация. Ты просто воспринимаешь слова. Но ведь мы понимаем, что за словами Иисуса стояло что-то большее, чем просто учение какое-то. Не случайно, когда, помните, Пилат задал свой знаменитый вопрос, вот даже можно картину Ге показать, знаменитый вопрос, когда Пилат спросил у Иисуса, когда привели Христа на суд, «Что есть истина?» И вот классик хорошо изобразил, вот философствующий Пилат задает вопрос, «Что есть истина?» Ответа не было. Почему? Да потому что Христос отлично понимал, что на этот вопрос невозможно дать вот какой-то словесный ответ. Мы все ищем истину в каком-то вербальном выражении, вот там «скажи правду», и мы в нее поверим. А Христос понимал, что это не то. Самое, наверное, лучшее, как Он попытался это выразить, это сказав однажды, «Я есть им путь истины и жизни», показав вот, что истина – это не что-то, что вот можно передать даже другому, а это то, что переживается внутри себя путь истины и жизни. И именно к этому Христос-то и призывал нас. Именно об этом Он и говорил. И мы видим это и в служении Христа, мы видим это в служении апостолов. Когда Павел во втором послании к Коринфянам рассказывает о своих духовных переживаниях, вот, в третьем лице, да, немного он рассказывает, он говорит, 12 глава, 2 Коринфянам, 3 стих, «Знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Нельзя. И вот это слово «неизреченные», это греческое слово «арета». «Арета» дословно невыразимое, неописуемое. То есть переживание чего-то, что ты выразить, описать не можешь, потому что это превыше твоего ума. Как ум может выразить то, что больше него? Как стол может выразить столяра? Как вот стол может показать столяр, создавший стол, больше? Стол может соприкасаться с руками мастера, но как он может понять своего Творца? Точно так же наш разум, как он может понять своего Творца и еще выразить его другим, чтобы понятно было. Что же нам остается? А вот именно это личное восприятие, личное переживание, переживание Бога, пребывание в Боге. Я думаю, не случайно люди так любят искусство, потому что вот что делает искусство? Искусство, оно словно расширяет возможности нашего общения. И то, что порой невозможно сказать словами, можно выразить через музыку. Или, например, через поэзию, через живопись. Можно выразить или через кино. Я помню однажды, когда ждал свою младшую дочку, она была в музыкальной школе, зашел в соседний магазин, и там продавали картины. Я увидел одну картину польского художника, изображен шут. Он просто сидит в такой небольшой комнатке, а там, видно, дверь открыта и веселятся. И он сидит в таком состоянии задумчивом. Потом я узнал, что оказалось, это вот станчик, это реальный исторический персонаж. Был такой шут князей литовских, польских. Но когда я увидел эту картину, я не знал ничего ни о художнике, ни что это польский художник, ни что это там изображен реальный шут, станчик. Я просто увидел эту картину, и вы знаете, такое ощущение, что сама картина стала мне говорить. Как будто вот что-то вот в этой картине я стал воспринимать, и я принес ее, и я купил эту картину и принес ее домой, и меня супруга спросила, говорит, почему ты ее купил? А как я могу передать, что она меня коснулась? И тогда моя жена, поскольку она давно меня знает, она сказала, ты, наверное, увидел в нем себя в чем-то. И это была, конечно, правда, но как, да, что ты увидел в себя, так вот драгоценное, между прочим, все, что нам нравится, когда мы слушаем какую-то музыку или смотрим какие-то картины, когда что-то для нас близкое в этом мы находим, нам это сразу как бы близко, и нам это нравится. Но как порой? А что ты там увидел? Не знаю. Я не знаю, как это передать, я не знаю, как это, то есть, конечно, можно попытаться, но я много раз в жизни убеждался, чем больше я пытаюсь вот эти невыразимые вещи объяснять, тем все дальше и дальше я от того, что хочу сказать на самом деле. хотя вроде бы, ну стараюсь, а не могу передать. И вот живопись, она словно может передать что-то большее или музыка, когда ты слышишь какую-то мелодию, ты можешь, она может так тебя коснуться, ты что-то можешь ощущать намного больше, чем словами. Вот слышишь прекрасную музыку, и бывает, все внутри тебя тает, и у тебя интересные переживания, а спросишь, а что ты переживаешь? Ну давай расскажи, а как ты расскажешь? И мы начинаем, ну как-то мне вот хорошо, приятно, так вот романтично, и мы пытаемся находить какие-то эпитеты, но при этом отлично понимаем, что они никогда до конца не отразят то, что внутри у нас происходит, когда мы слышим что-то, что нам очень-очень нравится, потому что это вне слов. Понимаете, о чем я говорю, да? Живопись. Но есть то, что не только нельзя словами передать, это невозможно передать ни музыкой, это невозможно передать живописью, невозможно вообще передать каким-либо искусством то, что происходит в самой глубине, на уровне духа. Я недавно одно стихотворение читал Жуковского, нашего классика, и я кусочек этого стихотворения хочу вам прочитать. «Когда душа сметенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена, стирается в груди болезненное чувство, хотим прекрасное в полете удержать, на ненареченному хотим название дать, и обессиленно безмолвствует искусство». То есть есть вещи, которые можно пережить в своем духе, где даже искусство, как говорит Жуковский, обессиленно безмолвствует. То есть ты никогда это не передашь. Вот почему творческие люди, это как правило, люди с постоянным мучением внутри себя. Смотрите, эти великие композиторы, великие поэты, у них постоянная словно боль, мучение, потому что они пытаются выразить невыразимое, и как бы гениально они это не выражали, они никогда не удовлетворены до конца, потому что они внутри себя все равно ощущают, что они не смогли, как бы гениально не были, вот передать то, что было у них внутри. И они пишут новую там, новую поэму, или новую симфонию, залы рукоплещут, а удовлетворения все равно до конца нет. Приятно, что то, что ты делаешь, нравится, но ощущения нет, я не смог вот до конца это так сказать, я не смог это до конца передать, вот не смог. Словно вот что-то вот есть вот важное, что я хотел сказать, а не получилось. И может быть новым каким-то произведением, шедевром, можно это сделать, но новый шедевр и снова неудовлетворенность. Вот это вот непередаваемые вещи, но есть вот это, где даже искусство безмолвствует. И Жуковский дальше пишет так, сие присутствие создателя в создании, какой для них горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, и лишь молчание понятно говорит. И Жуковский приходит к выводу, о котором мы в нашей церкви уже давно-давно говорим, что часто есть вещи, о которых говорить может только молчание. Или как пела группа Гарфанкел, Саймон и Гарфанкел, Звук тишины. Вот именно тишина может только это донести. Но не просто тишина, когда все молчит, а тишина в переживании, в переживании Творца, в переживании Создателя. Только так это можно. И все то, что я сейчас говорил, это было некое вступление к первой главе Деяния апостолов. Давайте откроем первую главу Деяния апостолов и посмотрим, ну что же произошло тогда в день Пятидесятницы-то? Что же случилось там на пятидесятый день после Пасхи? И вот смотрите, первая глава Деяния, да? И собрав их, четвертый стих, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, но смотрите, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вот слово крещение, это не от слова крестного, напоминаю, это связано не с крестом, это слово баптиза, греческое слово погружать, омывать. То есть Иисус говорил о погружении в Дух Святой. И вот смотрите, шестой стих, посему они, сойдясь, спрашивали, спрашивали у Него, говоря, не все ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Верующим всегда интересны какие-то сроки, когда восстановление Царства, когда конец света. Нам даже иногда кажется, что знание будущего это и есть духовность в чистом виде. Вот такое. Прям нам так все интересно. Все нам это важно разузнать. Иисус говорит, не ваше время, не ваше дело знать времена и сроки. Но, восьмой стих, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав все, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И вот посмотрите, с чем же связан Пятидесятница? Какой смысл Пятидесятницы? Не только для того, чтобы среди христиан еще была одна конфессия, называемая Пятидесятниками. Смысл Пятидесятницы и цель Пятидесятницы была не только в этом. Цель была вы примете силу, когда сойдет на воздух святой и будете мне, говорит Христос, свидетелями. Свидетель это греческое слово мартус, означает тот, кто лично видел, тот, кто был, присутствовал на каком-то событии. Просто присутствовал. Я почему-то наверное в силу каких-то своих стереотипов, которые у меня сложились, всегда когда читал этот стих, почему-то был убежден, что наполнение силы Духа Святого приводит человеку к тому, что он проповедником становится, или миссионером, или пастором, или еще каким-то служителем слова. Пока однажды, я помню, это не так давно было, я читал эту главу и вдруг обратил внимание, что здесь вообще не сказано, что вы станете, можно это место описания, что вы станете проповедниками, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне проповедниками, или миссионерами, или еще кем-то, связанно с какой-то деятельностью. Свидетель, это не проповедник, то есть можно быть проповедником и не быть свидетелем. Можно быть свидетелем и при этом не быть великим оратором или каким-то великим проповедником. Вообще быть свидетелем это не связано ни с какими дарами, ораторскими способностями или вообще какой-то любой деятельностью. Это связано только с одним быть и лично присутствовать там, о чем ты свидетельствуешь. И можно включить отрывок из фильма, знаменитый фильм «Берегись автомобиля». Я очень люблю этот момент. Давайте посмотрим, потому что он напоминает многих. Наконец-то, скорее, поймали жулика, пытался угнать мою машину. Прошу вас, скорее, держите его, держите. Кто владеет? Я, то есть мы, мы поймали вора. Я не вора, я опаздываю на поле, что он у меня отобрал билет. Ваши документы? Пожалуйста, билет, пожалуйста. И ваши? А что? И на машину? Документы. Разбираться будем не здесь. Кто свидетель? Я? А что случилось? Что? Я не вора. Вот так у нас часто мы все хотим быть свидетелями, еще бы узнать, что случилось. Одна проблема. Узнать, что случилось. И все, проблем больше нет. Мы так всем тут сейчас засвидетельствуем, что мало не покажется. Вот. Но свидетель, этот человек может быть без особых даров. Это может быть, как я сказал, невеликий оратор. Это человек, который должен лично присутствовать, да? Лично быть. И вот притча, 14 глава, 25 стих. Посмотрите. Верный свидетель спасает души. То есть человек, который лично присутствовал, является настоящим свидетелем. Верным, ненадуманным, да? Спасает души. А лживый наговорит много лжи. Лживый наговорит много лжи. Кто такой верный свидетель? Тот, кто лично присутствовал и рассказал об этом правду. Ценность свидетельства не в таланте рассказчика, а в личном присутствии. Поэтому, когда часто пятидесятническое движение рассматривает крещение Духом Святым и главный акцент ставит на языках, вот лишь бы говорить на языках, словно говорение на языках решает все церковные проблемы. Но языки – это лишь проявление. Можно бы говорить на языках, при том жить от Бога далекой жизни. Почему, думаю, столько сегодня опять-таки противоречий, в том числе среди пятидесятнических разных церквей, да? Да, очень просто. Мало свидетелей. Очень много просто умственного познания. Бог же желает, что мы были свидетелями. Причем, заметьте, не просто людьми, которые свидетельствуют, а сами быть свидетелями. То есть быть таким живым свидетельством. Или, как говорит апостол Павел, письмом Христовым. Вот быть таким человеком. Как святой Силуан говорил, я не верю в Бога, я знаю Бога. То есть люди, которые реально это переживали, реально сами в этом находились. Вот для чего все это было. Вот для чего Дух Святой сошел. Вот для чего все это крещение Духом Святым было. Чтобы как можно больше людей принимали эту силу и становились его свидетелями. Свидетелями. Не просто людьми, которых так научили. Вот одних так научили баптистским доктринам, других научили пятидесятческим доктринам, третьих там научили каких-то адвентийским или методистским доктринам. Вот мы все знаем из своей доктрины, собираемся, и один не прав в этом, другой не прав в том. Все знаем. И нам непонятно, о каком единстве говорит Христос. Потому что никаких человеческих предпосылок для единства внутри Церкви Христовой нет, чем дальше, тем больше мы расходимся друг от друга. Один так думает, другой так думает. Наши мысли обрастают доктринами, библейскими подтверждениями. люди слушают и не слышат друг друга. Мы говорим друг с другом, словно на разных языках. И так и будет всегда, потому что по-человечески сколько людей, столько и мнений. И никак к этому не прийти, вот к общему знаменателю. И выход я вижу только один, о котором говорил Христос. Это вот личное переживание, потому что, хотя им невозможно поделиться, но оно словно приводит тебя к осознанию того, что Христос в тебе, Христос в твоем ближнем. И мы и признаны это нести. И об этом легко сказать. И понять это несложно. Но совсем другое. Когда вот это выражение Христос в тебе и ты во Христе, ты переживать начинаешь внутри себя. Когда ты начинаешь внутри себя это переживать, ты можешь много об этом говорить. Но ты до конца никогда это не скажешь. Вот почему я однажды, когда молился, говорю, Господи, что же я могу сделать, если я никому ничего не смогу рассказать? И я вдруг понял, а единственное, что я могу сделать, это только вдохновлять и побуждать людей. Потому что передать непередаваемое нельзя. Нельзя сказать о невыразимом невозможно. Нужно только побуждать и говорить, что каждый ищущий, вы можете пережить в Боге то, что ставит сразу же все ответы, что есть истина. Ты все понимаешь это. Когда ты находишь в единении с Богом, многие вопросы, которые мучили тебя, тебе даже смешно, как тебя могло это интересовать? Или как тебе это могло быть непонятно? Ты словно находишься вот в этом состоянии, как будто соединяешься с умом Христа. Вот вопросы, они тают, как тьма тает, если включить свет. Вот включаешь свет, точно так же словно свет включили. Ты соединяешься с Ним, и тебе ясно, тебе понятно. Ты словно вот в этой удивительной гармонии с Творцом. И что тоже еще интересно, бывает после таких молитв у тебя снова могут возникнуть вопросы, когда ты начинаешь мыслить опять своим умом человеческим, опять многие непонятные вещи и переживания. Именно, смотрите, если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, четвертую главу, это история о самарянке, которая встретилась со Христом и стала его свидетелем. И вот после всего, что она пережила, она пошла в свой город и рассказала о нем. И вот 39 стих, Иоанн 4 глава, 39 стих. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. У этой женщины было личное общение со Христом, когда все тайное внутри нее в этом общении проявилось. И она поняла, что это не просто человек, не просто плотник. И она об этом рассказала в своем городе. Она поделилась этим. И вот люди, смотрите, говорят, что уверовали по его слову. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Вот, в принципе, это, когда сегодня говорится о церкви, часто какие-то там стратегии пишутся, там G12, 13, как вот нужно, вы знаете, вот какие-то сетевые структуры. И мы думаем, что если мы разработаем какие-то правильные структуры, то мы сможем весь мир евангелизировать и привести их в познание Христа. Ничего не имею против всех этих моделей, систем, но дело в том, что все они имеют ограничения. Все это до определенного момента. И потом, словно все останавливается. Потому что я считаю настоящий пример, как Бог повелевает нас нести свет и Евангелие этому миру в этом рассказе. Когда женщина, сама пережив общение со Христом, стала его живым письмом, живым свидетелем, она пришла в свой город, стал о нем рассказывать. И написано, многие уверовали по слову ее. Вот чаще всего первый этап с этого и начинается, когда ты сам не переживал еще, ты просто какие-то авторитетные люди, твой знакомый или друг, он тебя убедил. И ты начинаешь веровать по его слову. И по его слову, по его авторитету ты начинаешь ходить в церковь. И все это до определенного момента, когда вдруг ты понимаешь, что тебе просто мало чужих рассказов и чужих свидетельств. И ты хочешь сам лично пережить то, что вот эта женщина пережила. И когда Христос пришел в тот город, и люди соприкоснулись с ним лично, то они уже говорили этой женщине, мы не просто по твоим словам веруем, а мы сами это все соприкоснулись, с этим мы сами все это пережили. И наступает второй этап, когда ты уже веришь не по чьим-то словам, а эта вера очень ненадежная, потому что приходят сомнения, кто-то скажет еще более авторитетный, да ну, это ерунда. И у тебя меняется мнение. То есть вот это просто вера основанная на убеждении, на доказательствах. Вот для меня аргументирование, то, что Бог есть, я в это верю. А через некоторое время стало более аргументировано, что Бога нет. Я перестал в Бога верить и уже не хожу в церковь. Вот это на уровне разума, аргументов. А мысли меняются, взгляды меняются, наше мнение там очень быстро меняется. Здесь же что-то другое. когда человек пережил это внутри себя, в своем сердце. Он даже, может быть, сам до конца это выразить не может. Не то, что там кому-то что-то объяснить или доказать. Но для него это внутреннее переживание является самым главным. Уже не по твоим словам веруем. Сам. Сами соприкоснулись с этим. Сами пережили. Сами внутри себя встретились с ним. Это наше призвание с вами, чтобы мы шли и говорили людям, и они по нашим словам будут веровать. Мы их будем убеждать. Но цель, чтобы не просто они уверовали по нашим словам и стали ходить в церковь, но лично встретились со Христом, лично это пережили. Для этого и было крещение Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. И опять-таки это невыразимые вещи, но они есть здесь. Это самое важное, что вообще нас соединяет и наполняет нашу духовную жизнь. Это личное переживание со Христом. И если Иисус и говорил, смотрите, еще об истине. Вот в этом же Евангелии от Иоанна Иоанн очень много пишет именно о личных отношениях с Богом. Вот смотрите, в Евангелии Иоанна мы смотрели 14 главу, 4 главу, еще 14 главу посмотрим. И вот в 16 стихе Иоанн говорит, точнее Иоанн передает слова Христа. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Свидетель видит и знает, а не просто от кого-то слышал и другим передает. И чтобы быть таким свидетелем, Иисус говорит, вы примете Духа и истину. То есть это происходит познание истины за пределами слов. Если вы думаете, что это возможно передать, что такое истина, сейчас я тебе скажу, ну ты можешь много чего умного наговорить, но толк-то какой. Истина не постигается просто нашим разумом. Истина, она переживается, когда вы примете кого? Духа истины. Он с вами пребывает и в вас будет. И когда ты принимаешь Духа истины, словно вообще вся правда, она раскрывается перед тобой о том, что происходит вокруг, как все устроено, и ты знаешь, что никогда до конца ты в это не можешь проникнуть своим разумом. Ты можешь просто это переживать внутри себя. Это тот непередаваемый, невыразимый опыт духовной жизни с Богом. для людей, которые это не переживали, им это смешно может быть. Они могут говорить, что это ненаучно, они могут говорить, что ты сам себе это все придумал и сам себя во всем этом убедил. Но когда ты переживаешь это, ты четко осознаешь, что то, что ты переживаешь, оно намного реальнее, чем все, что ты здесь видишь и слышишь. Потому что все, что ты здесь видишь и слышишь, все это видимое, материальное, оно временно. А то, с чем ты соприкасаешься в глубине себя во время этих глубинных молитв, оно вечное. Вечное. И вот смотрите, Духа истины. И дальше, 18 стих, Иисус продолжает. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Потому что в глубине себя каждый из нас ощущает это глубинное одиночество. Ты можешь вырасти в полноценной семье с хорошими, любящими родителями, мамой и папой. Но наступают моменты, когда ты вдруг осознаешь, я сирота, я одинокий. И от этого такая безысходность, ты можешь это ощущать в толпе людей, могут тысячи быть вокруг тебя. Мы с вами живем в городе, где полтора миллиона человек живет. Можно жить в самом центре этого города и ощущать себя одиноким сиротой, которого до конца никто не может ни понять, ни услышать. Так вот Иисус говорит, «Не оставлю вас такими, не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, а я вас». И опять-таки Иисус говорит, «И когда вы это переживете, вы поймете, что я в отце, а вы во мне, и я в вас». Опять-таки, ну что сложного, чтобы это понять? Иисус в отце, мы во Христе, Христос в нас. Но, по сути, это лишь красивые, мало что говорящие фразы. Ну, красивые религиозные слова, просто вот если умом воспринимать. Но когда принимаешь Духа Истины, для тебя это не просто какое-то знание, не просто информация от одного человека, переданная другому человеку. Для тебя это некое внутреннее переживание, твой духовный опыт, когда ты ощущаешь, словно каждой клеточкой своего тела, вот то, о чем говорил Христос, вот это пребывание тебя во Христе и Христа в тебе. Это удивительная такая гармония, когда ты соединяешься с Ним в своем духе, в своем сердце. Как это можно передать? Да невозможно передать. Что можно рассказать? Да мало что можно рассказать. И все слова будут только примерными и приблизительными. Потому что это невыразимо, это непередаваемо. Из-за чего материалисты над этим насмехаются, говоря, что верующие – это просто люди, которые придумали себе байки, и верят в эти байки. Но пережив, встречаться с Христом, тебе уже смешно над этими атеистами. Потому что ты отлично понимаешь, что невозможно передать людям вот это личное переживание. Они только могут сами это пережить, если захотят, и если вас жаждут. И только тогда поймут. Потому что это знание, знание Бога, ему не научить и его не передать, оно может быть только личное от встречи человека и Господа. А все попытки спекулировать своим духовным познанием – это опять-таки гордые люди придумывают себе разные религиозные вещи и пытаются друг друга впечатлять. Потому что настоящая духовность, она приводит к скромности и к смирению. Ты не будешь бегать и орать, я пережил Господа, я такой человек, Бог со мной встретился. Это сразу настораживает. Потому что когда ты по-настоящему с Ним встречаешься, ты понимаешь, что тут ничего никому нельзя рассказать. и передать нельзя. Эти можно только поделиться с людьми, которые тоже ищут Бога и переживают Бога. И тогда это находит какой-то отклик в их духовном опыте. И только так вы сможете понять друг друга. И в самом конце, давайте теперь откроем первое послание Иоанна, первую главу. С первого стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Всю свою ценность Иоанн видит только в одном. Мы свидетели. Мы свидетели. Мы слышали. Мы видели своими очами. Нашими руками мы осизали. Осизали. И мы об этом и свидетельствуем. Об этом мы возвещаем. И заметь, что он пишет. Возвещаем вечную жизнь. Скажешь, какую вечную жизнь? Ты, Иоанн, о чем пишешь? Ты был свидетелем чего? Что ты слышал? Что ты видел? Ты слышал человека, которого звали Иисус из Назарета, его учения. Ты видел чудеса, дела, которые этот Назарянин совершил. Так могли видеть многие внешними глазами. И Иоанн-то пережил что-то другое. Он не просто слушал Христа. Тысячи людей его иногда слушали. Он не просто видел чудеса Христа. Тысячи людей порой это наблюдали. Нет. В этом Иоанн пережил то, что он называет, да, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Он не просто видел Иисуса из Назарета. Он не просто наблюдал за человеком. Он во время этого пережил вечную жизнь, которую он видел, слышал, наблюдал. И это намного больше, чем просто видеть человека по имени Иисус. Намного больше. И Он говорит, об этом мы и возвещаем вам, о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтобы и вы, смотрите, имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Если вначале Иоанн пишет в прошедшем времени, что они наблюдали физически, да, своими глазами, трогали своими руками, то здесь, в третьем стихе, он уже пишет в настоящем времени. Иисус ушел. Он был распят, Он воскрес, и Он вознесся. А их общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом продолжалось. Физически Христа не стало с ними. А вот эта вечная жизнь, которую Он переживал, наблюдая за служением Христа, осталась и после Его Вознесения. И Его общение с Вечным Богом осталось точно таким же интенсивным. Именно в это общение Иоанн и приглашает всех нас. Говорит, давайте пойдем туда. Вот в это общение. В этом суть и смысл Пятидесятницы. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете не просто говорить на иных языках, там молиться, петь духом, петь умом. Даже из этого люди наделали споров в дальнейшем. Вы примете силу, когда она сойдет на вас Дух Святой и будете мне, говорит Христос, свидетелями. Свидетелями. По сути, каждый из нас должен быть таким свидетелем. Не знаю, почему некоторые называли и называют себя свидетелями Яговы. По сути, мы свидетели Христа. Мы свидетели Его, Иисус говорит, моими свидетелями. Мне, Христа, Христос. И для тебя эти красивые выражения Христос в нас, мы во Христе, это не просто красивые слова, а то, что ты можешь переживать в своей духовной жизни. Поэтому драгоценное слава Богу за день Пятидесятницы, который даровал нам эту удивительную благодать. Входить в общение с Ним, невыразимое порой, невозможно передать, но оно очень и очень реальное. Его реально переживать, реально в нем находиться, в этом удивительном общении. И приглашать других в это. Придите, придите к нам, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом. Вот, может ли ты так о себе сказать? Можешь ли ты так сказать о себе? Если нет, тогда для тебя урок Пятидесятницы еще не выучен. А если да, тогда пребывай в этом больше и больше, наполняйся в этом больше и больше. Потому что это и есть церковь. Люди, наполненные невыразимым, непередаваемым опытом общения с Богом, что делает их свидетелями Господа Иисуса Христа. Именно это свидетельство, я верю, привлекает души, привлекает сердца. Потому что это не просто какая-то религия, доктрина, которая каждый толкает, пытается продвигать свои доктрины, свои какие-то учения. Нет, нет. Это намного больше. Это взаимоотношения с Богом. А в этом нуждаются все. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. всемогущий Господь, спасибо Тебе за этот день Пятидесятницы. спасибо за то, что мы можем в этот день радоваться. В этот день мы можем наполняться и исполняться Духом Святым. В этот день стало возможно то, что мы принимаем сил для того, чтобы лично непосредственно непосредственно переживать единение, общение с Тобой, Господь, ради которого Ты пролил свою кровь и отдал свою жизнь, взяв все, что мешает, все грехи, все беззакония, открыв нам путь живой во святое святых. Я молю, мой Бог, благослови каждого из нас, чтобы мы шли по этому пути, пути Бога познания, чтобы мы стремились, Господь, к этому внутреннему единению, с Тобой, наполнение Божие. Когда мы не просто узнаем, но мы переживаем, переживаем то, что мы в Тебе, а Ты в нас. Мы во Христе, а Христос в нас. Спасибо Тебе за Духа Истины, который сегодня в нас пребывает. Духа Истины, который раскрывает нам глубины Божьи. Не для того, чтобы мы впечатляли друг друга своими откровениями, а для того, чтобы мы не были сиротами, а соединялись с источником жизни. Потому что только в этом единении сиротство уходит, одиночество исчезает. Когда мы едины с Тобой, то вокруг нас атмосфера Божьего Царства, праведность, мир и радость в Духе Святом. Спасибо Тебе, Иисус. Я молю сейчас за каждого человека, кто, может быть, недавно ходит в церковь и ходит сюда по чьим-то словам, которые его убедили. Ходит по чьим-то словам. Я молю, мой Бог, коснись их, чтобы они уже не просто веровали по словам чьим-то, а сами соприкасались с Тобой, чтобы их вера основывалась не на тому, чему их научил кто-то, а на личном пережитом опыте общения с Богом. Благослови Господь! Благослови 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 Господь, Ты знаешь, что я не могу до конца все это сказать, передать, я не знаю, Бог мой, но я делаю, что могу, делаю тот, чем Ты наполняешь меня. Я молю, мой Бог, возьми мои слова и приумножь, чтобы вдохновить людей лично искать Тебя, лично соединяться с Тобой и находить в Тебе все, в чем они нуждаются. Радость, мир, любовь, правду, Господи, смелость приходит. В этом общении Ты исцеляешь нас от страхов, от комплексов, от лжи, которой дьявол часто так запорошил наш разум. В этом общении разрушаются всякие твердыни, восстающие против Бога познания. Я молю, мой Бог, за всех моих братьев и сестер, чтобы День Пятидесятницы побуждал нас наполняться еще больше и больше, использовать ту удивительную благодать, которую Ты нам даровал, когда Дух Святой наполнил Церковь, когда Дух Святой наполнил первых апостолов. И сегодня этот Дух Святой с нами находится. Дух воскресивший Христа из мертвых в нас пребывает. Я молю, чтобы ночи нашего сердца были просвещены, чтобы мы учились не просто слушать людей, пасторов, проповедников, мы учились лично, Господь, общаться с Тобой, наполняться за Тобой видеть, слышать, осязать в наших молитвах. Субтитры